Мы делали печь, мы делали, вот, это была, была печь-камин, печь-камин, вот таким вот образом сделана, здесь пять с половиной кирпичей, пять с половиной кирпичей, но, работая с Максимом Герасимовым, мы сделали эту печь тоже двухконтурной, двухконтурной, один контур, второй контур, внутри шаростное ядро, печь получилась у нас, где-то до высоты метр двадцать, она у нас получилась противоточка, противоточка, а выше, выше, колпаковая, что у нас получилось, помещение, восемь на десять, здесь стоит где-то вот в этом, здесь, помещение хорошо утеплено, восемь из квадратов, но, есть еще второй этаж, и тут же восемьдесят квадратов, получается всего сто шестьдесят квадратов, вот этой печи, вот этой печи, хватает для того, чтобы вот эти сто шестьдесят квадратов, при одной топке в сутки, одна топка в сутки, до минус пятнадцати градусов, и две топки в сутки при температуре ниже, чем минус пятнадцать, вполне хватает для подъема. Тоже шестьдесят квадратов, вот такая печь. Пока у меня. Итак, подведем итог. Чем же русская теплушка лучше той же русской печи, и лучше, скажем, печи шверка? Чем она лучше? Первое. Русская теплушка обогревает, обогревает достаточно большие помещения. Второе. Количество дров для русской теплушки заметно ниже. Третье. Русская теплушка прогревается снизу, доверху, и имеет примерно одинаковую температуру. После того, как доходишь загрешку, температура выравнивается, и имеет примерно никакую температуру снизу, доверху. То есть для дома это очень хорошо. Одинаковая температура. Четвертое. В русской теплушке готовить можно одновременно. Да, конечно, печь шведка с плитой, можно готовить на плите. Одно, если русская теплушка тоже с плитой, можно готовить и на плите, и можно готовить в то же время, скажем, буквально через тридцать минут, можно готовить уже внутри русской печи. То есть время готовки сокращается. Пятое. Представьте себе, что вы вечером сварили в горшке и оставили все в русской печи, в теплушке. Так же, как в русской печи, вы утром встали, достали горячее и поели. То есть теплушки, я скажу, того же бацулина, да, они могут стоять сутками и в них можно готовить еду. Пятое преимущество. Шестое преимущество. Внутри русской печи можно сушить овощи, фрукты и так далее и тому подобное. Ну вот, в общем-то, теперь все, что я хотел сказать о русских, или как назвал подгородников, о крестьянских теплушках. Спасибо. Спасибо.